Привет, друзья! Канал Bon Appetit, с вами Алексей. Куском мяса в панировке никого не удивить, но все же насладиться хорошей сочной котлеты из свинины, в данном случае на кости, это еще то наслаждение, тем более если рецепт неординарен. Оцените сами! Для начала измельчу 70 грамм миндаля в блендере. Не нужно измельчать в пыль, если останутся кусочки, пусть остаются. Отлично! Теперь к получившейся крошке добавляю мелко тертый пармезан, примерно 50 грамм. Перемешаю. Кстати, пармезан всегда можно заменить другим твердым сыром с ярким вкусом. Альтернатива существует всегда. Еще мне потребуется картофельный крахмал, пару столовых ложек и одно яйцо. Слегка его взбиваю. Я взял 4 натуральные свиные котлеты на кости. Толщина этих кусочков примерно сантиметр. Обсушил их бумажными полотенцами. Теперь солю и немного свежемолотого перца. Переворачиваю. Делаю то же самое с другой стороны. Ставлю разогревать сковороду на средний сильный огонь с нейтральным растительным маслом. А пока она разогревается, запанирую котлеты. В первую очередь обваливаю в крахмале. Излишки стряхиваю, и это важно. Не должно оставаться лишнего крахмала на мясе. Теперь окунаю в яйцо. И, наконец, в панировочную смесь из миндаля и пармезана. Укладываю на сковороду. И с каждой стороны буду держать примерно 3-4 минуты. Ну вот, с одной стороны уже подрумянилось. Переворачиваю. Осталось совсем немного. Перекладываю на тарелку. Даю полежать, отдохнуть минут 5-10. Перед тем, как подавать к столу. Знаете, это не только вкусно выглядит, но и шикарно на вкус. К слову, мясо, в принципе, приготовленное в панировке, очень сочное. Но вот эта панировка, это просто нечто. Просто божественно. Реально божественно. Тут и тонкий аромат пармезана, и мягкий вкус миндаля. В общем, все, что делает это блюдо удивительно вкусным. Готовьте, наслаждайтесь и до скорого!